Добрый день! Хочу показать эту прекрасную весеннюю композицию, которую я сделала себе на окошке. Это я не пересаживала, а просто купила двойной большой горшок и три орхидейки вместе с горшочками поместила в него. Посмотрите, как прекрасно смотрится весеннее настроение. Такая цветовая гамма интересная подобралась. Это темненькая орхидейка, желтенькая расцвела, прекрасная. И моя любимая, вот эта орхидеечка называется попугайчик. Она внезапно начала сбрасывать цветочки и засушивать цветонос. Нужно будет разобрать ее корневую и посмотреть, как там у нее дела. Сегодня хочу вам показать, как они прекрасно себя чувствуют на этом окошке. Вот так в уголочек поставила и экономия места. Вокруг можно еще поставить орхидеечку. Например, вот такая у меня есть в горшочке. Вот я колбочку на дно поставила. Керамзит. И внутрь орхидеечка. Видите, как она красиво. Тоже цветет. И замечательно. На высоте получилось. А внизу тоже можно ставить орхидеечки. Вот так я экономлю место на своем окошке. А сейчас я вам хочу показать орхидею бабочку формоза. И я хочу разобрать ее с этого торфяного стаканчика, так как сильно плотный и корни плохо дышат. И желательно разобрать. И покажу, как я это делаю на камеру. Мох влажный. И понемножку вот так вытягиваем. Не повреждая. Ничего резать не нужно. Легонечко, не спеша. Орхидеечка очень красивая. Это миничка. Она не крупная. На ней два цветоносика. У меня была другая такая же, похожая. Но она не открывала свои цветочки до конца. А эту я приобрела. И она раскрыла свои прекрасные цветочки. И я увидела полностью букет. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая красота Таня писала. Теперь эту сторону. Спешить тут некуда. Нужно аккуратненько не ломать корневую систему. И покажу, как я буду дальше эту орхидейку выращивать. Вне мха. Я хочу отучить ее от мха. Я... Ну, мне понравилась система, которая... Орхидейки растут в керамзите. Очень понравилась. И хочу эту орхидейку приучить к керамзиту. Если сразу посадить керамзит, она может не выжить. Так как она привыкла к более мокрой системе посадки. Корни у нее плотные, хорошие. Удачную я купила орхидейку. Замечательно. Посмотрите, сколько на ней листочков. Ну, это молодое растение. Совсем молодое. Листочки маленькие. Вот эти сфласки маленькие были. Затем вот эти, вот эти. Ну, ее заставили цвести с помощью удобрений. Ну, я рада, что заставили, так как я вижу цвет цветочки. Она намного темнее. Она на камеру кажется более светлая. А в самом деле она темнее, сочнее. Сейчас фонарик попробую включить. Видите, какая красавица. Так более передается, но еще не передается. На ней крапинки не видно, такие сахариночки. Ну, красиво орхидейка, замечательно. И корни у нее тоже. Очень, очень, даже ничего. Листочки что-то, видите, какие-то. Ну, будем наблюдать. Я ее ничем не обрабатывала. Так как орхидейка в хорошем состоянии. Просто разобрала ей корневую. И буду приучать ее к другому методу посадки. В мох этот я сажать не буду. Для начала я возьму вот такой стаканчик. Возьму немножечко мха на дно. Вот столько пучок. Так как она росла во мхе. А здесь у меня разведенный препарат HB101. На дно налью. Немножко, чтобы только мог намочить. Это даже много я отолью немного. И ставлю свою красавицу. Корни ничем обматывать не буду. Вот так она пусть стоит. А эта корневая пусть привыкает к воздуху. И она будет стоять в таком состоянии. Вот еще горшочек я поставлю вовнутрь. Чтобы она не падала. И вот так оставлю ее. И будем наблюдать за ее состоянием. Но она должна чувствовать себя прекрасно. Я ее поставила на полочку. Среди других орхидей. Напротив окна. На окно ставить не буду. В таком состоянии она будет стоять. Наблюдать за ней будем. И снимать новые видео. Пересадку будем делать позже. Когда начнут расти новые корешки. Там корни вроде бы хорошие. Но мне нужно, чтобы они начали расти в моих условиях. Не в тех условиях, которых я купила. А в моих условиях. Как только они пустятся в рост. Будем делать пересадку. А здесь у меня остался препарат HB101. Мне нужно. Полью свои башмачки. Башмачки можно поливать и сверху. Если полили на резетку, ничего страшного. Им это все нормально. Это фалинопсир сразу начинает подгнивать. А башмачки себя в этой ситуации чувствуют прекрасно. Видите, новый ростик нарастил. Еще один новый выпускает. Этот цвести уже не будет. Эта розеточка постепенно засохнет и пропадет. А новые должны выпускать. Мне интересно, вот с этой когда она пустит. Пусть ли что-то или нет. Это был сильно ослабленный башмачок. Я его купила. Длинный-длинный. Один ствол. Вообще маленькие они всегда растут. И от них розеточки. А это какой-то вытянувшийся. Ну, у меня тогда на тот момент не было полосатых листиков. Мне было интересно. Вот так он называется. Чара. Посмотрим, как она покажет себя. Ну, пока все с ней хорошо. Видите, живая, здоровая. Ну, как листики поврежденные. Какие-то конопушечки. Но я их не обрезаю. Так как это мне не мешает. Ну, декоративность теряется. Ничего страшного. А это полностью здоровые растения. И три в одном горшке. Будет прекрасно себя расти. И красивое зрелище. Чармер мой сбросил цветочки. Ну, вот он наращивает новый цветоносик. А молодых цветоносов не вижу. Только корни. Корни, корни, корни. А это в прошлом видео мы спасали долматинец. Даже не в прошлом, а позапрошлом. Хочу показать, как он себя чувствует. Цветоносов. Ну, сбросил цветочек, но не засушил. Новый листочек пошел в рост. Вот, видите, остался цветочек этого долматинца. Дальше, корни. Корни у него есть, я думаю. Вот, видите. Я не думаю, просто видела. Поднимала горшочек. То есть, у него все хорошо на фитиле. Фитиль немного загрязнился. Так как со временем вода зеленеет. Но это ему не мешает в росте. А здесь мой прекрасный котик расцвел. Котик это точно прекрасный. Он свой длинный цветоносик сбросил, засушил немножко цветочки. Ну, почки вот живые, здоровые. А это он выпустил новый цветоносик. Вот, зацвел. Вот еще цветоносик пускает. Котики очень любят подцвести. И цветут они очень прекрасными цветочками. А здесь у меня пульчеринка. Она более мелкая, чем котик. Котик у меня крупный. 11 сантиметров. А пульчеринка 5-6 сантиметров. Ну, тоже очень-очень-очень красивая. Начинала я видео этой весенней композиции и закончу тоже. Посмотрите, какая прекрасная композиция. Как приятно смотреть. Аж глаз радуется. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания. Если кто знает название этих цветов, напишите, пожалуйста. Они еще... Это желтый даже пахнет. Такой запах выделяет, когда солнышко. И этот не знаю. Не написано на горшочке было. У продавцов спрашивала. Они не знают. Этот, по-моему, Дармео. Это желтый ободочек. А на камере он светлый. Вот. Вот это, наверное, будет видно. О, вот такой он, видите. Он белый, а потом желтеет. Все. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго. Пока.